Всем привет! Меня зовут Женя и сегодня речь идет о парфюмах, о вашей любимой теме топ-10 парфюмов на март. Ну, в этот раз здесь будут, по крайней мере, весенние парфюмы. Может быть, они будут не все весенние, точнее, не может быть, они будут не все весенние, но весенние парфюмы сюда тоже закрались. И на десятом месте, ну, скорее даже, да, это весенний парфюм, это Little Black Dress Au Fresh. Это такой свеженький, немножко сладенький парфюм, немножко какая-то водная нотка. Может быть, это какой-то водный цветок, там, лилия, кувшинка, я не знаю, но именно вот водная нотка чувствуется, прям каким-то водоемом пахнет. Такой своеобразный аромат. Я не могу сказать, что он мне безумно нравится, но все-таки видно, что я им периодически пользуюсь, уже половины нет. То есть, ну, сойдет. На девятом месте все-таки зимний аромат. Знаете, на такие холодные мартовские дни, которые сейчас еще, вот прям, допустим, сегодня холодно. Это Farway Infinity. Среди всех Farway, наверное, это мой любимый. Вот еще неплохой гламур, по-моему, черный. Но вот этот, по крайней мере, он менее тяжелый. Он тоже тяжелый, он тоже восточный, он тоже прям такой немножко удушливый. Но в отличие от Farway, Farway Gold, он все-таки немножко, но полегче. Но это практически то же самое. Все Farway очень друг на друга похожи, кроме вот тех, которые уже идут такие немножко другие. Там, где Farway Bella. Потом сейчас выходили два новых аромата. Где-то вот здесь красненький у меня стоит. Есть еще фиолетовый, по-моему. Забыла, как называется. То вот именно в таких флаконах они все тяжелые, все восточные. Но вот здесь есть какая-то нотка, которая делает его чуть менее тяжелым. На восьмом месте аромат, который, не знаю, может быть, со временем мне понравится больше. Но пока это новинка, я его еще не распробовала. Это Purblanko Essence. Это весенний аромат. Это цветы, это нежность, это что-то мягкое. Такое легкое. Но не сказать, что в этом аромате есть что-то особенное. Ну, какой-то простенький. На седьмом месте Espire Impress. Я сейчас, кстати, его тестировала, чтобы напомнить аромат. И поняла, что он очень-очень-очень похож на обычный Espire. То есть, если его не распылять, и он стоит, и вот так послушать из флакона, то это прям один в один. Один в один. Но все-таки здесь есть еще что-то. Это скорее весенний аромат. Ну, может быть, на прохладную весну. Это жасмин, который очень напоминает виноград, как и в первом аромате. Вот я прям чувствую и то, и другое. И причем это такое ощущение, что не разные две ноты, а вот что-то одно и то же. Я просто не могу понять, какая. И вот здесь вот больше чувствуется, кстати, виноград в соках, что ли. Вот такой аромат винограда. Может быть, там виноград с чем-то есть же сок. Там виноград с яблоком. И вот аромат очень похож. Немножко он резковат. Не сказать, что прям резкий. Но такой очень насыщенный. На шестом месте, скорее зимний аромат, это Attraction, первая версия. Это очень такой восточный аромат. Здесь очень много специй, пряностей, аромат на любителя. Потому что он такой прям своеобразный. Он отличается от всех ароматов. Он не просто какой-то цветочный, фруктовый. Он прям такой достаточно какой-то интересный, что ли, непростой аромат. Его будут замечать на вас, что вот что-то такое особенное. Опять же, не могу сказать, что это прям наилюбимейший аромат. Но все-таки мне он нравится. Периодически чего-то такого хочется. Именно каких-то специй, немножко такой тяжести. Ну, хороший. На пятом месте Perseus Oasis. Это скорее весна-осень. Что-то такое демисезонное. Это цветы, такие душистые цветы. Но в то же время не сказать, что слишком яркие. Напоминает мне аромат Тризель. Вот прям очень похоже. Конечно, они отличаются. Но общая вот эта какая-то композиция, общие нотки у них, мне кажется, есть по аромату. Ну, потому что прям очень схожи. Ну, опять же, да, видно, что я им пользуюсь. Хотя не сказать, что это мой любимый аромат. Но вот сейчас я его вдыхаю и понимаю, что я почему-то такому прям соскучилась. На четвертом месте весенний аромат. Это Pour Blanc Blush. Тут прям немножко осталось. Это аромат мягкий, аромат цветочный, аромат какой-то кремовый. Прям весна-весна. Такая какая-то мягкая весна. Прям хочется уже побыстрее, чтобы было тепло. Следующий аромат скорее осенний. Это Little Red Dress. Тоже тут немного осталось. Но сейчас у меня есть, по-моему, в запасах такой аромат. Просто он как-то по-другому называется. Но аромат тот же самый. Очень такой интересный, вечерний. Душистый. С какой-то очень интересной именно парфюмерной ноткой. Точно так же, как и Little Black Dress. Я его не очень понимаю в плане нот. Но вот этот аромат мне больше нравится, чем черное платье. Из всех платьев это, наверное... Ну, на втором месте для меня первое это розовое платье. А вот это, наверное, будет все-таки на втором. Потому что очень он какой-то тоже такой своеобразный, необычный. И его узнаешь из кучи других ароматов. На втором месте я бы даже сказала, что не весенний, а больше летний аромат. Это Сент Эссенс Лайм Вербена. Зелененький такой. Очень-очень вкусный. Здесь вот ни лайм, ни вербена. А вот их сочетание дает такой интересный, свежий, зеленый аромат. Который вот он не цитрусовый. Нет вот этой нотки вербены, которая такая... Не знаю, какая-то терпковатая, нетерпковатая. Но своеобразная. Вот это сочетание действительно получилось очень интересно. Мне очень нравится этот аромат. Прям потрясающий. Ну, действительно, больше, конечно же, летний, потому что он прям освежает. Ну, может быть, не очень стойкий. Но вот такие малышки можно легко бросить в сумку и постоянно обновлять. Ну, и на первом месте весенний. Такой женственный аромат, который у меня ассоциируется именно с женщиной, с девушкой. Не знаю, с весной, с восьмым марта. Это инблум из серии ТТА. Это потрясающий аромат. Это... Это жасмин. Еще какие-то душистые цветы. Но потрясающий вообще аромат. Мне он очень нравится. У меня это, по-моему, уже второй. Ну, не знаю, прям... Действительно, ассоциации почему-то у меня именно с весной. Наверное, потому что еще и с женщиной вот эта смесь получается ассоциация с восьмым марта. Почему-то. Ну, действительно, очень хороший, очень женственный, очень вкусный, очень красивый, очень шлейфовый, очень стойкий аромат. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если так, то проходим в инфобокс, подписываемся на мой канал, ставим ваши пальчики вверх. А я вас всех люблю. Всем пока-пока. Продолжение следует...